Всем привет друзья, с вами я, Пастик Майнкрафт, и сегодня для вас я делаю новый крутой ролик, по названию наверное вы уже поняли что это за ролик, я думал вам объяснить, ну а почему могу и объяснить, 100 дней хардкорного выживания, смотрите видео до конца, или рассылайте ее друзьями на 150 лайков, я сделаю продолжение, еще плюс 100 дней, это получается 200, всем приятного просмотра ну что, начинаем? поехали, первый день, осмотрели, и оказалось, что мы заспавнились возле двух объемов, свиня и сована, начали добычу дерева, и добычу камней, и добычу еды лошадей я не трогал, так сказать, потому что я не варвал, чтобы лошадей убивать, а вот свинину, говядину и говядину, почему бы и нет? первый же день я нашел дерево, деревню, где нашел кучу всяких ищеп и бомбасов при своем первом выживании, я уже с каменными инструментами осмотреть по пустыне, я нашел данж, который мне принесла кучу, а всего, алмазную броню для коня, но не знаю почему другого, ладно когда я проснулся, я пошел искать лошадь, так как у меня для нее было седло и броня после этого я нашел несколько лошадей и одел, ну, выбрал одну лошадь, нашел на нее броню и поскакал искать дальше что-нибудь для своего выживания потом я снова начал добывать себе еду понятно потом мне встретился данж, адский данж, где я нашел кучу топор, например, зажигалку, фаерболл и меч потом я поскакал искать себе новое место для дома и нашел биом с альсбергами, так как там все находятся под водой на утро третьего дня я снова отправился в путешествие хотел найти себе дом, чтобы выживать наконец-то, а то он надоел скитаться нашел я вот такую деревушку, которая находилась прямо возле океана возле да, возле айсберг эта деревня была просто идеальна для моего выживания я мог найти много чего крутого придя в деревню я начал вести себя как типичный майнкрафтер начал грабить ее полностью и закрывал ее на карантине утра четвертого дня я сложил все свои вещи в сундуки большие все что нашел наплавил много еды захватил две железные твердые динамиты пошел в шахту наконец-то добывать две ресурсы а то надо как-то встроить нашел алмаз недалеко нашел алмаз уже и их всего было четыре пытался подорвать динамитом, но взрыв получился неплохой, но мало всяких ресурсов там их почти не было только уголь и раздруг а день пятый уже пять дней выжил и я опять начал переплавлять всю игру все что есть заново ну вот я и ничего не поймал жалко скрафтил стол злоочарования прокачал его немножко где-то левел на тридцатый и зачавил себе броню скрафтил себе кирку алмазную и пошел копаться в шахте шестой, седьмой и восьмой день я провел в шахте уже вылез под утро шахт те жители которые не были закрыты на карантин в своих домах я их начал закрывать и снова лег утро девятого дня что делать я прокачал себе немножко алмазную кирку починил ее и пошел искать данж нашел данж под водой там была удочка уголь один изумруд и гнилая плоть решил зачарить меч зачем он на остроту один зачарил топор и больше ничего не смог нормально зачарить да да серьезно я всю ночь муч за зачаровальный никак не мог ну конечно же удача мне не светит как обычно вы же знаете об этом и вот о чудо я смог зачаровать ну могу зачаровать алмазную кирку на удачу 3 но для этого нужно 30 левел я пошел в шахту ходить по шахтам искать спавнеры зомби чтобы получить бесконечный опыт так сказать и уровень фармить и о чудо я нашел спавнер с зомб зомбарями и начал их лупасить выбираясь на поверхность и так как я 3 дня ходил по шахтам я конкретно недалеко ушел от своего ну от своей деревни получается прихожу и тут взорванная яма на месте где были мои сундуки вопрос крипер как ты смог это взорвать я не понимаю ах крипер крипер почему опять почему именно мои сундуки ладно отстроил себе небольшую землянку убежище такое и сложив весь луч в сундуки поспал день 14 ну пошел добывать дерево и приручать себе животных к себе в деревню чтобы были о эндермен привет приручил животных вместе с жителем и сделал себе небольшую ферму спустился снова к себе день пятнадцатый утро пятнадцатого дня я провел в шахтах так как пытался ну нафармить опыт себе около спавнера зомбиков и обкопал все весь булыжник зомби так приходят и приходят в шахтах и сделал я из воды чтобы было удобнее фармить и вот я нашел буквально в 15 блоках от меня спавнер еще один еще один спавнер зомбари они так близко заспавнули что я в шоке даже с этого два спавнера в одном месте деревня в океане что может быть еще лучше если я умру в этом хардкоре то будет просто краш день шестнадцатый я себе сделал полностью ферму соединил два спавнера и сделал полностью ферму зомбиков зачарил кирку на удачу 3 и починил ее мне не хватило на создание алмазного комплекта и поэтому я решил пойти в шахту весь восемнадцатый день я провел в шахте я накопал очень дофига алмазов и поэтому потом создал алмазный сэ себе я также скрафтил себе броню поэкспериментировал немножко пофармив опыт и весь девятнадцатый день ушел на зачарку брони я добыл тридцатый левел заново и день двадцатый я зачарил все свои инструменты крутые я зачарил меч на следующее утро я офигел насколько мне второй меч получилось заострить больше чем мой основной я зачарил еще броню и все начал все зачаровать но у меня опять же не хватило моего левела снова починил кирку и чуть-чуть ее побольше проапгрейдил все я готов могу теперь спокойно идти в ад понимаете да но для того чтобы пойти в ад надо еще построить портал я решил защитить деревню от мобов чтоб выпустить всех жителей уже наконец-то из домов я очень много булыжника превратил в заборчик булыжника и начал делать себе защиту для деревни делал ее очень долго я делал сам даже больше чем деревни эту оградку пока я строил забор началась ночь поэтому я переночевал и уже на двадцать третий день делал забор следил чтоб жители не выбрались из своей деревни вот я закончил наконец-то оградку деревни и осталось только теперь осветить я скрафтил восемь стаков факелов то пусть наверняка хватило на то чтоб сделать процесс освещения решил не пойти спать в этот раз и закончить так как ночью больше всего осветить закончил я и на двадцать четвертый день я решил проверить я решил проверить хорошо ли я все сделал и начал делать я небольшую себе вышку теперь сверху я буду глядеть на эту деревню посмотреть как я осветил все ну вот моя башня готова я готов снова идти шахту двадцать пятый и двадцать шестой день я снова там провел за два дня в шахте я нашел чуть менее двадцати алмазов грустненько конечно взяв булыжник все переплавив еду решил закончить свою смотровую башню вот она и готова можно выпускать жителей да я поторговался немножко и решил в темноте уже посмотреть на свою деревню и увидел кучу неуязвим уязвимых вернее мест которые не защищены я поспал день двадцать восьмой я решил развить немножко свою деревню установить больше кровати для спавнов разных точек я решил сделать все круче но я буду устроить всякие свои дополнения для деревни без всяких гайдов а чисто по своему опыту все что я знаю вот это и решено я решил для жителей построить очень красивые хорошие дома еще раз повторюсь не используя всякие гайды решил сносить так сказать дома да голос у меня немножко другой но я вроде на монтаже после записи его выровнял это уже вы можете так сказать сделать оценку моего голоса он немножко изменился я так как его немножко поднастроил начал убивать зомбиков всяких зомби жителей и на 29 день я уже начал строить очень красивые дома добывал песок для стекла и так далее я думаю что рассказывать зачем я 30 31 день добывал древесину строил разные дома у меня что-то да получалось у жителей но вам же судить день 32 также заканчиваю доделывать дома для жителей день 33 эх простройка продолжалась день 34 уже я пошел шерсть добывать для добычи ну как так сказать для кровати за мной бежит крипер день 35 снова я добиваю древесину для красивых начинала дня 36 до 39 дня я пытался переделывать дома делал 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 переделывал добывал деревня тут появились случайно рейдеры я даже не знаю откуда они пришли но так как у меня хорошая броня я решил с ними сразиться и добыть от них немножко тотемов тотемов потому что очень хорошо хочется я чуть не потерял свою единственную жизнь пока с ними сражался я всех жителей созывал ну домой они заходили по домам и я их снова закрывал пришли снова рейдеры и я снова на них начал западать у нас есть кстати из-за того что деревня большая появился голем заспавнился голем представляете волна разбойников под номером 3 была более интересней так как тут были еще быки я честно не знаю как их они называются и тут голем мой решил вступать и по и помогать мне он всех перебил серьезно кроме вот а нет но быть бычару он тоже перебил четвертая волна была менее интересно чем третья но но уже пятая волна вообще была самой лютой я еле еле защитил свою деревню тут все очень много всяких рейдеров они пришли рейдить деревню тут куча всяких рожденных мобов куча всяких достижений и так далее у меня начинает кончаться еда так как все меня рейдят день сорок первый так же заканчиваем войну я уже забыл про сорок сороковой день так как эта война очень долго шла между рейдерами но один нападающий остался вот сейчас он закончится все все рейд закончился оставшийся день я чинил свою броню так как очень после этого рейда она поломалась очень сильно но я не хотел ее терять она очень на хорошую зачарку предлагаю вам послушать музычку и немножко посмотреть кадр как я восстанавливал деревню после этого рейда я построил очень много домиков вот я старался не знаю зачем зачем я это хотел сделать но я я упал упал да я гений я потерял свой тотем но у меня были еще конечно но потерять тотем что мне вообще в голову то взбрело что я говорил где-то при двадцатом дне могу ли я попасть в ад но я реально могу сейчас попасть в ад поэтому я добываю обсидия и стараюсь в портал в ад телепортируюсь в ад я не знал что принесло обновление мадо новой версии так как почти на ней не играл но увидел новые обновления и офигел как же красиво это то что это не мне не я ему а не 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 ничего путного я начал разбирать чуши и там и и добывая дерево. Мне тоже нужен дом, а не только житель, поэтому я решил тоже немножко показать деревню вам и сделать уже... Я решил оформить немножко остров, на котором стоял портал ВАД мой. Я не знаю, как вам, но мне понравилось. Я начал нападать на всяких хренозамбусов, которые обитали в Аду, и нашел замок. Я правда не знаю, что он значит. И кстати, я забыл вам вначале сказать, что я с другого никого сейчас в лицензии играю в хардкоре, то есть лицензионный хардкор в Майнкрафте. Я чуть не умер, пока сидел в этой башне, так как меня что-то начало бить. Я, честно говоря, еще сам до сих пор не знаю. Эх, я перезашел в игру. Слоноухи, блин. Крутые товарищи. Я в этом замке налутался немножко, но это мне ничего не дало. Очень мало. День 47-й. Что? Я добывал из вот этих огненных слаймов длинные шармы. Ну, что еще? Адский данжен шоу. Что у нас? У нас крутое выживание получается. Получается. То есть я, получается, 50 дней уже почти выжил. Вот. Получается. Это Хреназамбусы или Сламнаухи? Вот напишите в комментариях свои, так сказать. Сссс. Они меня убивали. Ё-моё. потерял 3 тотем свой все пытался найти крепость чтобы хоть чуть-чуть забыть из ритовых стержней я пытался добыть как можно больше огненных стержней но так без тотема в аду очень опасно из-за вот этих визоров и я решил пойти домой я потерял же все тотем вернулся к своему порталу так сказать я нашел броню назарит его прикольно новые обновления у меня так сказать я забыл сказать просто прокачал свою немножко убежище где я жил вот оформление адского портала я даже не знаю как это говорить варил зелья уже очень сильно устал зелька силы решил сварить на день 52 я решил немножко украсить деревню я решил построить в воде немножко дом прямо на воде понимаете но пришлось строить мне дом очень долго я импровизировал как мог когда строил его но с 52 по 70 я строил этот замок понимаете на что я трачу вообще это все это я опоры только построил понимаете я импровизировал но все же прикольно получилось надеюсь строил это все и дворец уже готов оцените его тоже в комментариях пишите тайм-код и как вам дворец а то я сам не знаю я на него потратил 17 или 18 дней 70 дней 70 процентов уже я выжил и не помер хардкоре это вообще круто я еще вам на протяжении всего видео где я молчал вы могли слышать музычку как вам кстати музычка и делайте мне второе выживание пока я осматриваю этот свой дом мне пора снаряжаться и искать уже наверно портал фэнд патруль разбойников заспавнился возле моего дома я после этого рейда даже до сих пор отойти не мог я как вот так вот я просрал три тотема я пошел на поиски аванпоста и я нашел ульи пчел наконец то ну хоть ульи есть я сложил так сказать оставил все дома дома и и я начинаю уже заговариваться так как записываю этот голос в час ночи уже уже на монтаже этого видео думаю надеюсь вы оцените это видео очень устал я я снова нашел заброшенный адский портал взял колокол заново скрафтил кровать поспал день семьдесят третий приручил волка чтоб он помог мне ну не только одного но еще и ну короче три собачки у меня будет это прикольно я нашел деревню новую прикольно эх прикольно но блин там в моем деревне там очень много так сказать вещей осталось я еще одну нашел деревню нашел еще один данж и нашел наконец то аванпост разбойников наконец то что тут еще делать радоваться конечно надо его раз зарейдить эх собачки мне помогли немножко разбойников убить эх эффект я возвращался в деревню при блин рейд я не в ту деревню забежал и и начинается вторая волна мы соб собаки пытаются убить всех эх откусите собачки мои деньги так сказать ноги ну чё 4 тотема теперь у нас есть даже 5 по моему я не считал на день 76 я снова бегаю по миру на своей лошадке я помню кардинал своего портала в аду и поэтому бегу в свою деревню Я нашёл заброшенный портал в ад, но собаки не тэпались в ад. Почему я с лошадью не смог тэпнуться? Эх, надеюсь, что они дождутся меня, эти собачки. Я увидел собачек с собой в аду, которые телепортировались, и пришёл домой. Наконец-то! Три собачки ко мне вернулись, остальные пропали. День 78, я уже устал эти дни считать. Выращиваю деревни и добываю их, пытаюсь выбить яблоки, чтобы сделать хотя бы золотые яблоки. Я решил, так сказать, поспать. 79-й день я начал выращивать деревни, а потом уже выращивать пчелиные ульи. Вот. Там теплица для моих пчёл будет. 80 дней, ещё один десят. Осталось 20 дней выжить. Если я смогу это сделать, то будет круто. Очень круто. Ладно, живём. Эх, очень трудно мне выживать. Но деревня моя крутая, и из-за этого я её люблю и хочу в этой деревне остаться. Лишаем одного из жития профессии, затаскиваем его на лодке в дом и начинаем делать деревню. Ну, ему не деревню делать, а профессию. Я уже заговариваюсь. Вообще не очень. Ждём, пока житель даст мне книгу на починку. Теперь мне надо найти изумруды. 38 изумрудов надо для этого. Вообще, хардкорное выживание мне уже начинает не нравиться. Но я столько уже выжил. Что, на этом что, останавливаться что ли? Нет. Я на этом не останавливаюсь. И буду идти дальше. Делать дальше. И кучу всего делать. Я строю добычу изумрудов, так сказать. Огород. Этот будет у меня только для того, чтобы добывать изумруда. Я пошёл поспать. 82-й день. Что? Строим ферму. Опа. Механизм сделали. Прикольно. Автоматическая ферма почти готова. Я начинаю добывать алмазы и фармить немножко уровень. Добыл 14 алмазов. Это мало для меня, конечно. Ну ладно, пойдёт. Надо починить кирку наконец-то. А то она скоро сломается. Я не хочу тратить кирку на удачу. Это очень будет крах в язле. Всё. Починка исчезла. Куда? Ё-моё. Житель, куда ты починку дел? Граж. Остаток этого дня я снова начал искать починку. 85-й день уже. Начали делать жителям профессии. Заново. Профессию. Эффективнее стараемся делать. Но у нас... Покупаем первые книги и идём чаровать в наковальне. Там торговец? Чего? Прикольно заспавнился, чувак. Прикольно. Ну ладно. 93-й день уже. Я вызываю. Прикольно. 8 дней я провёл в шахте. Понимаете? До 93-го дня. Но это было очень, очень много угля, чтобы продавать жителям. Торговался я пока. Не накопил очень много измрудов. Так. 3. Получается. На починку у меня аж 5 книг. Нет. Даже бор. Я очень рад. За это. Прикольно очень. Эфф. Теперь заново идём в наше место. Желет поставим. Всё. Я наконец-то возвращаюсь к этот спам. Давно я тут не буду. Давно. Поравним опыт. И... Всё. Что у нас получается? Надо починить броню. Но как это сделать? Я даже не знаю, как включать мазеритовую броню. Если вы знаете, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Я починил наконец-то вещи. И когда выбрался, уже был закат 95-го дня. То есть осталось 4 дня выжить. Понимаете? День 96-го уже. Эндер, сундук. Мы складываем все зельки и татэма. Эх, стрелы. Всё. Покупаем себе пироги. Покупаем себе золотые яблоки. Вернее, не покупаем, а крафтим. Эх. Я готовился к походу. До эндер мира. То есть, понимаете? Я очень долго выживал. Прощаемся с деревней на закате 96-го дня. И... Пойдём... В эндер портал. День 97-й. Эх. Пошлите. Наконец-то. Я пойду в эндер мир уже. Делаем себе еду. И... Ищем корабль. Нашли корабль. Делаем. Собираем. Всё делаем. Мой язык заплетается уже в 2 часа ночи. Я всё это записывал. А уже 2 часа. Ну и ладно. Главное, я для вас этот ролик готовил 1 месяц. А пока мы идём к порталу, я вам расскажу, сколько готовился этот ролик. С момента выдачи ютуберки, с момента последнего выхода моего видео, которое было где-то месяц назад, когда я это видео делал, может даже больше. Я делаю это видео больше месяца специально, но я думаю, что вы поддержите этот формат. 100 дней в Майнкрафте. Я нашёл, конечно, крепость, но не нашёл портал. На 99-й день я наконец-то нашёл портал. Вставляю око Эндера. И всё. Наконец-то. Мне? Я забыл Эндерсундук дома. В деревне. Возвращаться уже не хотелось. Но надо идти на портал. Я добывал апсиди. Но... Я хотел залутать последний блок апсиди, она и меня через низ портала тэпает. Капец. Совсем. Начинаем убивать дракошу? Нет, надо сначала разрушить кристаллы. Ну что? Получается... Вы узнаете продолжение в скором будущем. Надеюсь, что скоро вы его узнаете. На этот видео ушло чуть больше двух... Нет, одного месяца. Я ночами сидел, делал это... Это видео. Так как днём я не могу. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что смотрели. С вами был Фастик Майнкрафт. Ну... И всем пока-пока.